Добрый день, уважаемые телезрители! Сегодня мы будем говорить об Арктике. Я пригласил на беседу выдающегося ученого нашего, директора Института международной экономики и международных отношений, академика Оксана Санчадынка. Я хочу, предваряя нашу беседу, сказать, что Институт ММО вообще уникальная вещь. В свое время он фактически был неким аналитическим центром, который для высшего руководства страны, наряду еще с некими институтами, готовил аналитический материал, справки, и он был таким крупным известным центром. А сегодня он трансформировался в один из мозговых центров мира. Вот есть такая некая организация в Пенсильвании, некий рейтинг, который оценивает распределение, роль, значимость различного рода мозговых центров, таких вот эксперто-аналитических, ну, скажем, как РЕНКорпорейшн в Америке. Так вот, я хочу вам с радостью сообщить, что согласно вот этому, одному из самых признанных мировых рейтингов, Институт ММО, возглавляемый Александром Александровичем Дынкиным, занимает 32-е место среди 6 тысяч мозговых центров мира. Сегодня в программе. Заполярные запасы ждут своего часа. Будущий мировой энергетический порядок, контур у которого сегодня только начинают просматриваться, он во многом будет связан с Арктикой. Все лучшее Северу. Мне представляете, что вот атомно-космические технологии, они с очевидностью востребованы при решении вопросов освоения Арктики. Большие выгоды сулит судам арктический транзит. В чем преимущество Северного морского пути? Он свободен от политических и террористических рисков. От чего не свободен СССР? Давайте поговорим про Арктику. Я бы без всякого преувеличения сказал, что Российская Арктика – самая большая Арктика в мире. Здесь примерно полтора миллиона человек проживает. Площадь Арктики где-то 3 миллиона квадратных километров. Это 20% территории страны. Но мы говорим о том, что лежит за полярным кругом, по сути. Как вот? Вот сейчас, когда вы говорите о русской Арктике, это все, что лежит за полярным кругом. Там сложнее, потому что только недавно завершено определение, что такое арктическая зона. И там есть много вопросов. Я понял, но мы говорим... Давайте условно говорить вот так, что лежит за полярным кругом. Вот. Значит, там создается 10% ВВП, и примерно 20% нашего экспорта находится в Арктике. И вообще, я думаю, что в мире осталось два региона, потенциал которых не реализован вот для, ну, целей развития, для целей экономического роста. Это Африка и Арктика. И если Африка от нас далеко, хотя там тоже, конечно, есть наши интересы, то Арктика – это, безусловно, то место, в котором мы, как бы, обязаны заниматься. В прошлом году было принят ряд стратегических документов на эту тему, в том числе стратегии развития арктической зоны Российской Федерации. То есть, я хочу сказать, что Арктика сегодня является высоким приоритетом всей нашей политики. И в области геополитики, в области энергетической политики это вполне естественно. Это вполне естественно. Я думаю, что мы должны заниматься Арктикой не только из-за природных ресурсов. Но поскольку освоение, разведка, добыча и транспортировка природных ресурсов – это сложнейшая технологическая задача. И я думаю, чтобы не отстать в технологиях, нам надо этим заниматься. Я не знаю, согласитесь вы со мной или нет, но я считаю, что по своему значению, по масштабу и по возможным отдаче для экономики – это задача сопоставима с космической программой. Тяжелые условия, значит, совершенно уникальные материалы должны быть. Высокая точность всех производственных процессов, чтобы избежать экологических рисков. И так далее. Но я бы сразу сказал, вот как… Дело в том, что ядерно-космические технологии являются безальтернативными, востребованными для развития Арктики. Безусловно. С очевидностью. Безусловно. Будущий мировой энергетический порядок, контур у которого сегодня только начинают просматриваться, он во многом будет связан с Арктикой. И это тоже, вот этот новый энергетический порядок, он будет определять социально-экономическое развитие мира на многие десятилетия вперед. И последнее, почему нам необходима Арктика? Потому что после развала СССР мы потеряли много портов на Балтике и в Черном Уре. И сегодня мы заканчиваем восстановление такого инфраструктурного потенциала роста. Поэтому, безусловно, северный морской путь здесь будет играть заметную роль. Я могу вам сказать, что этот факт не очень известен в истории, но северное мореходство в России было очень сильно развито. И имена эти тоже не очень известны. Но я могу сказать, что многие исследователи, монахи, в том числе Соловецкого монастыря, в средние века, в то время, когда была эра великих географических открытий, они плыли не через океаны, они плыли по северному пути, спускались в реки. И это фантастические достижения для того уровня технологии. Да, Лена, ОПИ, абсолютно, это известно. Все было покрыто как бы вот этим... Но я на секунду, чтобы у нас не было разночтений. Тем не менее, есть определенная часть, и мы посмотрели на карту, она общепризнана. У нас есть Берингов пролив, Месс-Дежнево, Море Лаптевых, Море Баренцево море, правильно? Конечно. То есть это вещи очевидные, это наши экспедиции, наши люди. Так что мы в Арктике ничего жили. Два памятника стоят на Диксоне почти рядом. На одном – мужественный человек в полный рост. Скульптор сумел добиться небывалого эффекта. Видно, что путь его сквозь пургу при небывалом морозе, а на лице не только уверенность, но и абсолютное спокойствие. О втором поговорим чуть позже. Большой Никифор. Так коренные обитатели Таймыра уважительно называли полярного исследователя Никифора Алексеевича Бегичева. Боцмана на знаменитой яхте «Заря» русской полярной экспедиции Академии наук. Ее участники не только проясняли и заносили на карту географические подробности Таймыра, Новосибирских островов, но и заложили основы освоения этих неласковых, но важных для России земель, где среди несметных богатств были и никель, и уголь, и цветные металлы, и платина. И все это в сумрачном царстве Северной ночи. Среди участников экспедиции был, между прочим, гидролог, лейтенант флота Александр Колчак. Случилось, что он во время одного из ледовых походов свалился в полынье, не растерялся один Бегичев и нырнул, спас будущего Верховного правителя России. Никифор Алексеевич сумел узнать о судьбе одного из тех, поиск которых считал главным делом своей жизни. Два норвежских моряка со шхуны Мотт были посланы Руалем Амундсеном на Диксон, где в то время была единственная в Арктике радиостанция. Штурману Паулю Кнутсену и плотнику Петера Тессему поручили дать сигнал СОС. Шхуна Мотт терпела бедствие, была опленена льдами. Оба посланца сгинули в Англии. Норвежцы обратились за помощью к Бегичеву. Опытнейший полярник избороздил вдоль и поперек северную часть Таймыра и нашел скарб пропавших, явно погибших, к сожалению, моряков, замерзших в снегах белого безмолвия. А немного позже, всего в пяти километрах от радиостанции, между обломками скал, Никифор Алексеевич обнаружил скелет в истлевших лохмотьях. По обручальному кольцу определили это Петер Тессен. Погиб он, очевидно, в Пургу, ибо в ясную погоду явно бы видел яркие огни поселка Диксон. А так 900 километров шел изможденный человек сквозь жестокий мороз и сильный порой ураганный ветер под стонущий скрип снега и не дошел всего пять километров. На могиле гранитный валун и крест. Буквально в нескольких шагах от памятника тому, кто мечтал его спасти, сам не раз был на краю гибели и не его вина, что Арктика на сей раз оказалась сильнее. Неоценим вклад нашей страны в открытии северных земель, их изучении и освоении. Имена путешественников первооткрывателей известны всему миру, увековечены на всех географических картах. Вспомним еще раз. Семен Челюскин, Дмитрий Харитон-Лапчевы, Семен Дежнев, Владимир Русаков, Георгий Седов, Григорий Ушаков, Иван Папанин. Рядом с ними гордившиеся своим служением России Вильям Баринс, Витус Беринг, Эдуард Толь и еще десятки и сотни других. Рассказ о двух памятниках на далеком Диксоне попытка придать еще только человечности великим делам, чтобы не забывались они и чаще вспоминались. Вернемся к нашей беседе. По поводу Арктики существует много мифов. Один миф о том, что там сосредоточено 25% мировых запасов углеводородов. Значит, этот миф создан средствами массовой информации, как зарубежными, так и нашими, потому что реальные цифры опубликованы в 2008 году Геологической службы США. И там сказано, что в Арктике находится четверть неразведанных запасов углеводородов. Ну, СМИ быстро слово неразведанных опустили. Превратили, да. И превратили это вот в то, что гуляет и у нас, и за рубежом, где угодно. Значит, если внимательно прочитать этот отчет, то там получается, что по нефти это 6% запасов, по газу 24% запасов. Газа намного больше. Газа намного больше. То есть, несмотря на этот миф, Ну, там Ямал у нас есть, вот Ямал, как бы там уже туда входит. Да. Ресурсы, ресурсы там значительные. Значительные. Еще одна важная вещь, которая тоже часто ускользает от внимания исследователей, это то, что от 94% до 97% всех углеводородных ресурсов находится в прибрежной 200-мильной зоне арктических государств. Если можно, два слова про 12-мильную, 200-мильную. Наши телезрители, я не думаю, что они так глубоко вовлечены. Ну, это в соответствии с конвенцией о морском праве прибрежные воды делятся на несколько категорий. Вот первая, 12-мильная зона, это полный суверенитет страны. Вот граница. Вот граница от берега. Вот у нас есть берег российский, да, и после этого по морю 12-мильная зона. 12-мильная полная суверенитет. Потом так называемая 200-мильная зона. Там существует три из шести свобод морских, то есть свобода полетов, свобода судоохотства и свобода прокладки кобелей. Но природные ресурсы, это наши природные ресурсы там. То есть добывать в 200-мильной зоне никто не может. Ловить рыбу, крабов и так далее. Это и есть нарушение конвенции. То есть львиная доля ресурсов сосредоточена в этой 200-мильной зоне. Поэтому, на мой взгляд, эти модные журналистские разговоры о грядущей битве за Арктику, они лишены, так сказать, каких-то реальных оснований. Значит, интрига... То есть, заключается в том, что в основном большая часть львы сосредоточена вдоль береговой полосы, в зонах, которые и так принадлежат тем или иным штатам. Они не конфликтны. Они не конфликтны, потому что они уже по конвенции принадлежат нам, Канаде, Норвегии и так далее. Не совсем так. Не совсем так. Мы находимся в достаточно выгодном положении, потому что мы урегулировали свои территориальные как бы морские границы с соседом справа, с Соединёнными Штатами, с Востоком. Да, и слева у нас Норвегия. И слева Норвегия, в которой мы тоже недавно всё урегулировали. Всё. У нас нет вопросов здесь ни с кем. Здесь вопросов нет. Вопросы есть в каждом между США и Канадой. Канадой, да. Там так называемое море Бафорта. Да. Американцы хотят проводить границу перпендикулярно берегу, канадцы хотят по Меридиану. Понятно. Но никто не думает, что этот конфликт перерастёт во что-то более-менее серьёзное. То есть, в принципе, здесь... Отрегулировано. Отрегулировано. Значит, есть... Может быть, речь идёт о самой точке полюса, туда, но там мало что есть. Там идёт интрига о континентальном шельфе. За пределом 200-мильный зор. И там, возможно, как бы споры. Мы подавали свою заявку в 2001 году. Значит, комиссия по-разграничному шельфу её не приняла в силу того, что там не было указано ряд важных данных. Значит, наше Министерство природных ресурсов планирует в первом квартале этого года подать эту заявку вновь, уточнённо. Значит, там вся история вокруг хребта Ломоносова. То есть, если мы докажем, что это продолжение, то это является основанием, чтобы этот континентальный шельф стал как бы... На него распространилась юридикция 200-мильной зоны. Дания 15 декабря подала свою заявку. Вот. Где мы уже внимательно её смотрели, они, в общем, пытаются доказать, что хребет Ломоносова это их хребет. Вот. Но это длинная процедура, потому что когда мы подадим свою заявку, я не исключаю, что она будет рассмотрена раньше датской, потому что у нас уже повторная подача, у них первичная. Канадцы ещё не сделали свою заявку. То есть, вся эта история уйдёт, на мой взгляд, окончательное разграничение капитального шельфа за пределы 2025-го года. Про углеводороды? Про углеводороды, да. Да. Значит, ну, раз мы поговорили о том, что, так сказать, со стороны всяких геополитических вещей здесь больших проблем нет, то добыча этих углеводородов становится функцией гораздо более сложных переменных. На фоне тех моментов, да. А именно, конечно, цена сырой нефти на мировых рынках. И мы с вами понимаем, что за последние, скажем, полгода как бы динамика этой цены не внушает большого оптимизма по поводу скорого освоения арктических ресурсов. Потому что, ну, есть разные оценки. Минимальная оценка. Себестоимость какая? Минимальная оценка, которую я видел, с учётом экологии. Да-да. Это где-то 85 долларов у Усть-и-Скоража. То есть это даже выже, чем у сланцевого газа, получается. Конечно. Существенно. Конечно. Поэтому это одна переменная, вторая переменная. Она экономически существенная, она будет сдерживать. Конечно. Потому что это требует огромных инвестиций в это, которые будут не просто отбиваться, это просто убыточное дело. Поэтому это никто сегодня не будет масштабно делать. Это будет связано с как бы динамикой энергетических рынков. Скажем, мы в своё время возлагали определённые надежды на Штокмановское месторождение. Были планы, что мы газовозами будем возить на американский рынок. Но сланцевая газовая релиза в Соединённых Штатах привела к тому, что этот рынок оказался закрыт по газу. Полностью, да. Здесь ошиблись не только мы, но и Катар, который там настроил по Мексиканскому заливу терминалов. Терминал на приём. Которые, да, сегодня оказались бездействующими. Третья вещь, конечно, это инвестиционный климат. Это очень важная вещь. Вот. И последнее, наверное, это всё-таки уровень развития экологических технологий. Потому что любой разлив в Арктике, он чреват серьёзными экологическими последствиями на много десятилетия. Ну, чем это хуже, чем бипишная трагедия тогда в океане? Ну, потому что там можно было круглый год с ней бороться. Бороться в этом случае. То есть усложнены климатические условия борьбы. Абсолютно. Вот дороже и сложнее. В этом случае. Ну да, то есть безопасность экологическая должна быть на качестве другого уровня. Она будет выше, чем в мексиканском завете. Существенно, чем в мексиканском завете. Понятно. Но, тем не менее, конечно, эти работы будут продолжаться, потому что, ну, вы знаете, я думаю, что всё-таки спрос на арктические углеводороды, он через какое-то время возникнет. И я хочу сказать, что совершенно фантастический результат это вот бурение этой скважины в Карском море. Нет, я имею в виду месторождение Победа, так называемое. Пока надежды там чрезвычайные, что это месторождение и по нефти, и по газу больше мексиканского залива, больше бразильского и сопоставимо с запасами Саудовской аралии. Вот так вот сейчас. Да. То есть, если это будет реализовано, то это как раз вот и изменит глобальный энергетический порядок. Но, к сожалению, даже такая компания, как «Эксон», которая является второй по капитализации в мире, она не смогла противостоять санкционному давлению администрации Обамы. Вот. Но, конечно, ребята в Техасе серьезные, и они так это дело не оставят, на мой взгляд. Потому что, конечно, «Эксону» было очень интересно поставить на баланс часть этих месторождений, чтобы улилить свою территорию. Поэтому большой симпатии в Техасе не вызывает текущие администрации, санкции тем более. У нас сейчас усилия в Арктике сосредоточены в Ямало-Ненецком автономном округе, Баланенковское месторождение, порт Сабета, арктический порт. Это газ. Там СПГ терминал строится. Это должен быть ультрасовременный порт Сабета. Значит, он должен быть введен в строй по планам в 2016 году. Значит, это международный проект. Там 20% у Таталь, 20% у китайской национальной нефтяной компании, 60% у Новотека. Новотека, да. Но это сейчас фокус развития. Там и логистическое большое развитие. Это очень важно и абсолютно... Это к Северному морскому пути прямое отношение не имеет. Конечно, конечно, конечно. Ну, давайте теперь перейдем к этому. Значит, ну, что про Северный морской путь? Ну, ключевая вещь. То, что существует такой, как бы, эталонный маршрут. Иакагама-Роттердам. Его протяженность 11 250 морских миль. Через Индийский океан и Аплодисменты? Через Суэц, главное. А, через Суэц. И Средиземное море. И Средиземное море. Это так называемый эталонный маршрут. Значит, этот же маршрут через Северный морской путь, он на 34% короче. То есть, третий. Третий. В этом его, как бы, вот... От Иакагама до Роттердама. От Иакагама до Роттердама, через Берингов пролив и сюда. Вот. Значит, в этом, как бы, преимущество. Ну, конечно, в последние годы ускорилось таяние льдов, поэтому период свободной проводки возрос. Возрос, да. Вот. Значит, если говорить об экономической стороне Северного морского пути, то все-таки он рождался под задачей вывоза и завоза. Весь у нас Атомфлот Северный завод на этом был под задачей Дорильского комбината и завоза на Дудинку. Две темы. И сегодня, если мы обсмотрим на структуру перевозок по Северному морскому пути, а прошлый год там была шла 71 проводка. Вместо 4-х 5 лет назад. Был рекордом. Но все равно соотношение две трети это завоз-вывоз. То есть транзит пока в экспериментальной фазе и говорить о том, что это станет таким мощным маршрутом пока не приходится. В чем преимущество Северного морского пути? Он свободен от политических и террористических рисков. От чего не свободен Советский канал. Его перекрыть при определенных усилиях возможно. Вот. Поэтому как бы это наше преимущество. Кроме того, вы едете тащите газовозы или нефтяные танки через Средиземное море, курорты, населенная зона, а тут-то... Конечно, конечно. И у нас здесь, конечно, именно вот в силу истории развития нашей артии у нас колоссальное преимущество по ледокольному флоту. Сегодня в мире действует 64 ледокола. Всего? Всего. 31 ледокол наш. Причем атомных нет ни у кого. Да. И в этом как бы наше конкурентное преимущество. Абсолютно. Вот. Значит, Северный морской путь уже оборудован по стандартам международной мореходной ассоциации, навигации. То есть это уже, так сказать, действует... Конечно, нужно модернизировать порты. Нужно стремиться к тому, чтобы судовладельцы шли под нашим флагом по Северному морскому пути. И я думаю... А почему вот это... Ну, потому что будут платежи в бюджет выше. И чтобы... Ну, как бы, эти отчисления, эти судовладельцы... Понятно. Я вообще думаю, что развитие Северного морского пути можно строить по так называемой норвежской модели, когда в обмен на преференциальные тарифы прохождения, скажем, можно получать инвестиции в развитие инфраструктуры. Один из вариантов, который многие будут рассматривать с интересом. Значит, сейчас резко вырос интерес к Арктике в Китае, в Индии, в Сингапуре. И эти страны стали странами-наблюдателями в Арктическом совете. Почему? Потому что им и связь с Европой коротким путем. Им важна энергетика, им важно рыболовство и им важен транспорт. Ну, подождите, от Иоакагамы, да, но если говорить о Китае и Индии, то им, может быть, не дальше здесь. Индусы интересуются прежде всего углеводородами и рыболовством. И, кроме того, Индия, начиная себя чувствовать глобальной державой, если Китай интересуется, то индусы тоже обязательно должны... Китаю тоже, может быть, по Индийскому океану, по классическому маршруту немногим дальше сейчас, чем по Северному Москву. Конечно, конечно, из Шанхая... Одно дело Иоакагама, а другое дело это еще. Там надо не забывать о том, что, конечно, преимущество вот этого южного маршрута, если сравнивать грузооборот, то Суэс пропустил, ну, в 285 раз в прошлом году грузооборот был больше, чем по Северному морском пути. Вот. Но там важна такая логистика, когда ты грузишь в Иоакагаме, что-то выгружаешь в Малайзию, что-то в Бомбее, что-то забираешь там. Тут Северный морской путь пока этого не дает, кроме энергетики, кроме углеводорода. Поэтому, это такая долгоиграющая история, но я убежден в том, что ей надо заниматься, ее надо развивать. А еще его зовут Морским коридором. Северным, естественно. Ибо полное имя Северный морской путь. До сих пор, кстати, многими называемый вместе с уважительным титулом Великий. Это кратчайшая дорога между европейской частью России и Дальним Востоком. Альтернативы ему нет и в мировом масштабе. С чего все началось? Скорее всего, с открытия Семеном Дежневым пролива между Чукоткой, и Аляской в середине 17 века. Потом первая Камчатская экспедиция. Ряд героических плаваний под общим названием Великая Северная экспедиция. Первые шаги и в России, и за рубежом воспринимались как подвиг. Возвращавшихся из экспедиции полярников окружали орелом восхищение, заслуженным. Ибо как бы строили они важнейшую транспортную магистраль, особо необходимую и в мирное, и в военное время. А потом, на помощь пришли ледоколы. Как бы внесли смысл в старинную поговорку «проломиться к цели». Среди них особо выделялся Красин. Может, благодаря не только габаритам, но и биографии. Строился под именем Светогор. Вскоре был затоплен, поднят с однангличанами, выкуплен Россией. Тогда и стал Красиным. И на протяжении нескольких десятилетий оставался самым мощным арктическим ледоколом в мире. Вскоре прославился на весь мир. При возвращении с Северного полюса потерпел катастрофу Дирижабль Италия. Оставшиеся в живых члены экспедиции генерала Умберто Нобили и он сам оказались среди ледяной пустыни. Из всех судов, посланных на выручку, лишь Красин смог добраться до ледового лагеря и спасти людей. Так и шли годы его службы. В войну в составе знаменитого северного конвоя ПИКЮ-15 в мирное время и опять экспедиции, научно-исследовательская работа, разведка нефти и газа в арктических морях. Как бы параллельно развивалось другое направление, которое вскоре привело к коренному пересмотру роли и задач ледокольного флота. Если раньше им было доступно многое, теперь практически все. Разработка судовых атомных энергетических установок велась с 50-х годов прошлого века в знаменитом Курчатовском институте. Ранее лабораторий номер два. Атомная бомба и атомная электростанция это как бы война и мир. Но здесь впервые сдвинули реакторы с насиженных мест. Они стали работать на движущихся объектах и вслед за подлодками началось проектирование атомных ледоколов. 55 лет назад сдан в эксплуатацию атомный ледокол Ленин. Первое в мире надводное судно с атомной энергетической установкой. Ледокол открыл для страны новые возможности развития северных территорий. Проходил сам и прокладывал путь ведомым им судам там где пройти было нельзя. Работал в экстремальных условиях 30 лет. Сейчас на его борту знаменитый музей где главный экспонат сам ледокол водоизмещенностью 19 тысяч тонн. В символической трудовой книжке немало записей. Главные до ухода на пенсию пройдено 655 тысяч морских миль. Из них 560 во льдах, свозь которые он провел 3741 судно. В строю сегодняшнего ледокольного флота страны Таймыр и Вайгач, Ямал и 50 лет победы контейнеры воз ледового класса Россита. Они крайне нужны сегодняшней России, которая вполне справедливо предъявляет свои права на Арктику. Научная обоснованность нашей концепции с ее доказательством, что и страна, и практически вся Арктика вплоть до Северного полюса стоит на одной и той же континентальной плите, ко многому обязывает. Не оставлять же бесхозными огромные богатства. 25% неразведанных мировых запасов нефти. Платина, золото, алмазы, редкоземельные металлы и так далее. Правда, поговаривают, что в результате потепления Северный морской путь существенно освобождается ото льдов. Полегче стало судам. Но вряд ли кто-то поучится, что эта тенденция надолго, тем более навсегда. У Арктики по-прежнему суровый нрав. Среди льдов нельзя расслабляться. Отсюда и прямо вытекающий вывод. Надо крепить мощь ледокольного флота. Мощь великих кораблей, для которых ледовые просторы как дом родной. Можем продолжить нашу беседу. Военно-стратегический аспект очень важен. Вопросы безопасности, да. И они являются, как бы я сказал, наведенными в силу географии. Потому что очевидно, что в годы Холодной войны у нас на Северном флоте базировались основные наши ударные подводные ракетоносцы. У нас базировались многоцелевые лодки, корабли надводные военно-морского флота. Значит, американские многоцелевые лодки непрерывно патрулировали этот регион. Мы вели активную противолодочную деятельность. То есть это была такая зона напряжения. Ну да, там все вот в норвежской части. Во многом она остается и сегодня такой, потому что траектории баллистических ракет, а об этом забывать нельзя, они проходят через Арктику и наших ракет, и американских. Раз это так, значит, там, естественно, должны находиться средства противоракетной обороны и наши средства воздушно-космической обороны. Раз это так, эти средства должны быть прикрыты силами авиации и флотов. Это очевидная вещь. Наземное обеспечение должно быть сюда. И это наследие как бы ну вот такого сложившегося стратегического уравнения глобального. Поэтому Арктика к этому имеет отношение, потому что это кратчайший путь между континентами. Между континентами. Значит, мы сегодня, ну, наверное, одна из таких лидирующих стран по развитию военной инфраструктуры в Арктике. И нам пытаются приписать некую агрессивность. На мой взгляд, это все беспочтно, потому что если мы говорим о нестратегической военной деятельности в Арктике, то мы восстанавливаем то, что мы потеряли в 90-е годы. В 90-е годы мы потеряли единое локационное поле по Северному Азимуту. И мы, конечно, понесли, так сказать, ну, некие потери с точки зрения не только информационных технологий, но и с точки зрения ударно-огневых средств противовоздушной обороны. Сегодня мы их восстанавливаем. Мы восстанавливаем заброшенные военные аэротромы. Это очевидная вещь. И, в общем, наши соседи партии это понимают и особенно на эту тему не переживают. И, так сказать, ну, есть журналисты, которые хотят Россию во все увлекать, они, значит, это самое раздувают. Кроме того, как говорят военные, Арктика обладает низкой оперативной емкостью. Я поясню, что это значит. Вот, например, канадские военные признали, что обеспечение одного военнослужащего в Афганистане им стоило в три раза дешевле, чем обеспечение одного военнослужащего в Арктике. Поэтому ожидать, что там будут развернуты крупные контингенты не приходится. Намного дороже. Конечно. Мы на Новосибирских островах восстановили многоцелевой аэродром Темп. Его обеспечивают и охраняют 32 военнослужащих, для которых, конечно, там созданы комфортные условия, чего не было никогда раньше. То есть оперативной емкости здесь нет. Вот, поэтому... Сказать простыми словами, уважаемые зрители, там не может быть массового десантирования войск вот в повседневной жизни, потому что это очень дорого. Видите, один к трём соотношение юг-север, вот то, что сказал Сан Саня. Это означает, что, грубо говоря, для простых инфраструктурных проектов людей должно быть в 3-5 раз меньше, чем это делалось обычно. Вот и всё. Значит, высокая эффективность. Если говорить об оборудованной безопасности, не будем вдаваться в это, но, тем не менее, арктические льды очень хороший, удобный панцирь, если мы говорим о локации лодок и всего остального. И поэтому в этом смысле это и есть интерес обоюдный, и наши американские к этому очевидны. Да. Да, но раз об этом упомянули, я скажу, что современный уровень отношений и уровень высокой степени недоверия между Россией и Западом, Россией и Соединёнными Штатами приводит, конечно, к тому, что такие разумные вещи, как состоялись две встречи начальников генеральных штабов арктических стран. Значит, в прошлом году это было отменено. Значит, проводились регулярные манёвры ограниченными силами нашими снорвежцами, нашими снорвежцами. Они тоже были. Тоже отменены, да. Была идея созвать форум сил береговой охраны, чтобы они находились в постоянном взаимодействии. Этот форум тоже не состоялся. То есть, конечно, вот это осложнение отношений с Западом, оно отражается на характере отношений в Арктике и было бы странно, если бы это было бы наоборот. Наша беседа про Арктику, она была очень, с моей точки зрения, информативной и глубокой. Мы с вами обсудили, во-первых, первое и важное, это установление границ Арктического шельфа. То есть, юрисдикция. Как и что? И выясняется, что на самом деле не всё так трагично, а наоборот, более-менее, всё отрегулировано в рамках морской международной конвенции. И в этом смысле там ситуация достаточно ясная, понятная и стабильная, кроме определения вот Хрита Ломоносова. Ну, я думаю, что этот вопрос понятен. Вторая вещь, военно-стратегическое дело. Тут тоже раздувается некая истерия по поводу гонки вооружений. На самом деле, тоже не так. Мы фактически начинаем восстанавливать ну, брошенную, заброшенную советскую инфраструктуру, ну, переводя ее на качественно новый уровень и достаточно экономными, правильными, эффективными средствами. И это тоже ясная вещь, позитивная, понятная и с совершенно определенным, так сказать, результатом. Ну, и что касается терриуглеводородных ресурсов, то я думаю, что здесь, по сути, сейчас ясно, что это будет развиваться, но не такими быстрыми темпами, как мы думали, ну, некое время назад. Когда цены на нефть превышали 100 долларов, и было сейчас ясно, что на пару лет это дело немножко, так сказать, ну, притормозится с учетом санкций и всего остального. И потом мы с вами должны помнить, что стратегически мы имеем с вами фактически очевидные запасы углеводородов на будущее. Если когда-то что-то будет происходить, независимо от цены энергетика будет двигаться, у нас с вами есть складское помещение в отличие от остального мира. Конечно. И это крайне важно, некий такой бэкап. Ну, и что сегодня является наиболее реальным, наверное, вот из того, что говорил академик Дылкин, это развитие северно-морского пути. Я думаю, что это очень хорошо стыкуется первое. С регулированностью границ раз, потому что это означает, что корабли, которые будут сюда двигаться по морскому пути, они находятся фактически все время вдоль берега одного и того же государства. И не надо переходить, как они двигаются там из юрисдикции десятков государств, когда они двигаются по южному пути. Это первое преимущество очевидное. Вторая вещь, ну, вот вы сказали, что сделано навигация и подтягивание военно-стратегических аспектов инфраструктуры обеспечит надежность с точки зрения спасания, спасения и всего остального. Значит, остается только подтянуть портовую инфраструктуру. Портовую очень важно развить вот этот порт Сабета, это новое месторождение. И, конечно, это все. И я думаю, что вот мы с вами в начале разговора коснулись, мне представляется, что вот атомно-космические технологии, они с очевидностью востребованы при решении вопросов освоения Арктики и конкретно как в освоении углеводородных ресурсов. Мы с вами знаем, что первая отечественная платформа приразломная, которая сделана на Севмаше, она фактически как бы, ну, явилась продолжением того, что мы умели делать для атомных подводных лодок. И в этом смысле это есть прямое использование военных технологий, атомных технологий для освоения шерифа. раз, второе, энергетика, вы знаете, что там она буксует, но тем не менее, есть уже практически сделана плавучая атомная станция Ломоносов, которая, ну, это незаменимые вещи для освоения, ведь понимаете, на севере, в Арктике, нужна энергетика. И самый простой путь это атомная энергетика, как атомные ледоколы, которые дают абсолютно безграничные возможности. То же самое здесь. И плюс наш ледокольный флот в первую очередь, сегодня началось развитие программы по расширению атомного космического флота, поэтому я думаю, что все двигается полным ходом. Я вам могу сказать, что я выступил своего рода посредником между компанией Роснефти и ВиАМа. И потому что материалы должны выдерживать супернагрузки, и они заключили некое исследовательское соглашение, и ВиАМ будет какие-то материалы для Роснефти необходимые для работы на Севере делать. И это как раз то, о чем вы говорите, потому что ВиАМ мы знаем, где он специализировался, какие у него наработки, какие свойства, это может быть использованием. Но то же самое я хочу сказать, что надо поговорить об этом. Дело в том, что мы занимались чем? Вот некоторое время назад из рук президента была вручена государственная премия за создание, скажем, сплавов для новых корпусов атомных станций. Это эпохальное дело, потому что мы перевели атомные станции, которые работали по 30-40 лет, теперь 80-100 лет. И это качественно другие вещи. И подобного рода исследования мы проводили тогда для холодных, вот для стали, например, для металлов, для корпусов вот этих платформ, часто приразломные. Там же есть очень большая тонкость, например, лед старый или молодой. Они по-разному агрессивны. То есть там огромное количество таких вещей. Мы говорили про артику, а на самом деле коснулись и ВиАМа, и ядерных технологий. Почему важны масштабные проекты? Вот мы тут говорим про конвергенцию. Вот смотрите, есть масштабный проект Арктика, и он затрагивает все аспекты и этнографические, и экологические, и материаловедческие, и политические, то есть любого рода. И при этом он становится неким локомотивом для востребованности технологий, которые разрабатываются в высокой науке и в военных областях. Вот это интереснейшая вещь. С очевидностью востребованы разные материалы и результаты деятельности ядерно-космического комплекса целиком. Александр Александрович, спасибо большое. Спасибо. Спасибо, всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok